здравствуйте дорогие друзья вы смотрите ток-шоу твердый знак на прошлой неделе мы говорили на тему вегетарианство и сыроедение польза или вред на прошлой неделе мы к сожалению не пришли к общему мнению не успели все обсудить но сегодня мы опять вновь собрались с вами друзья и будем продолжать развивать эту тему продолжать нашу интереснейшую дискуссию в эфире ток-шоу твердый знак и моего ведущий роман полинсков и я виктория новикова представим эльвира сулеманова автор вегетарианского кулинарного курса куратор по питанию проекта тотальное преображение ну вот как раз таки если говорил андрея о есть цель есть инструмент вот для обычного человека но среднестатистического которого учатся там работает вот какая у него какое у него должно быть правильное питание что и что это такое для обычного человека но если говорить вегетарианец он или мясоед мне кажется человек должен сам прийти к тому что он хочет стать вегетариан вегетарианцем что он должен осознанно понимать что он не будет есть мясо то есть тогда да мы можем говорить о вегетарианстве и смотрите мы же получаем ежедневно определенные вещества белки жиры углеводы если мы перестаем есть мясо допустим плов где есть мясо и рис грубо говоря и просто заменяем вегетарианстве чисто рисом то тогда конечно мы не будем до получать белок а если мы туда добавим еще бобовые культуры например чечевицу маш ну да что нам больше нравится тогда можно говорить о более полной замене мясоедной еды вот и поэтому мне кажется нужно именно смотреть как говорил андрей о целях о том что мы хотим достигнуть да и смотрите если мы занимаемся определенным видом спорта профессионально спорт тоже не всегда говорит о здоровье поэтому в этом плане очень важно отталкиваться от конкретного человека если он хочет просто обычно питаться в он занимается например фитнесом до определенным спортом но для себя для поддержания своей фигуры он правильно питается он может правильно питаться как с мясом так и без мяса единственный момент например когда человек переходит на вегетарианство и он недополучает всех веществ и например у него его преследует чувство голода и вот это чувство голода он пытается забить себя булками или забить еще чем-то не очень а фастфудом у нас вегетарианский фастфуд тоже есть например фалафель даже но что-то жареное это тоже ведь не полезно то есть именно выбирать полезное для себя как при мясоедине можно так и вегетарианстве и дальше если человек хочет стать веганом хочет стать сыроедом это тоже его путь он тоже должен понимать что он сам сознательно от этого отказывается что он не подвержен влиянию окружения что он сам так решил тогда да при этом у нас сейчас очень много инструментов например те же приложения для телефона сведения дневников где можно высчитать и калорийность ежедневно и посмотреть все белки жиры углевода и высчитать именно свою норму белков жиров и углеводов в соответствии со своим весом и со своими целями и уже тогда человек смотрит он понимает что он например недополучает белка где ему можно взять этот белок он недополучает углеводов и прочее да женский организм конечно немножко по другому устроен да то есть мы ежемесячно там но немножко теряем железо поэтому здесь можно проконсультироваться с врачом и уже например принимать какие-то витамины и к выбору витаминов тоже нужно подходить правильно чтобы они были сертифицированы они просто какие-то таблетки и все было с точки зрения усваиваемости для организма вопрос к андрею для меня на самом деле очень необычно услышать такое что человек 12 лет уже что-то извлекает из своей своего рациона питания как вы к этому пришли вам не нравился вкус определенных продуктов объясню как пришел я всегда занимался спортом очень много ну то есть спорт это то что мне школе сказали вот там можно бегать на самом деле просто жил в горах там нужно было ходить за коровами по горам и были накачанные ноги и потом оказалось что я оказывается бегаю хорошо вот стал что-то там побеждать был даже чемпионом города и вот когда чемпион города проходит два квартала у него бок колит тут начинаешь задумываться что это что-то неадекватно начинаешь анализировать а в еде твоей поменялось допустим только то что добавился там вермишель быстрого приготовления китайская и там допустим шипучка ну такая вода сода лимонная кислота понятно что вот ты был один потом остался тот же ты но добавила шипучки уже у тебя колит бог а ты чемпион города побегу прошел два квартала бок колит это сразу такой звонок который дал понять что от питания зависит не просто много ну вот все что связано с телом от него и зависит когда говорим про тело мозг это тоже часть тела то есть от питания зависит это как ты мыслишь это как ты живешь и здоровье и уровень жизни и уровень удовольствия потому что когда колит бог это низкое удовольствие вот и решила с этого разобраться чем питаться правильно с точки зрения здоровья чем нет понятно было что отсеять нужно бпшки и Шипучку, это уже понятно Остальное стало копаться Написано в одних, скажем, газетах Потому что тогда не было интернета Когда мне было 12, ну у меня не было Поэтому можно было читать только газеты Одну читаешь, хлеб полезен Вторую читаешь, хлеб вреден Третью хлеб полезен И понимаешь, что никто ничего не знает И начинаешь разбираться сам Просто взял, исключил, смотришь Ну и плюс я еще вырос в деревне И можно было ставить эксперименты на коровах, свиньях Начинаешь корову кормить хлебом Она реально встать не может То есть вот она всю зиму стоит привязанная Она не ходит, она просто ложится, встает, ложится, встает Ну тут тупо отжимается два раза в день Да так получается И в определенный момент она просто не может встать Начинаю выяснять, почему мама говорит Ну хлебом перекормили, у нее сил нет То есть были возможности Именно на живых существах Смотреть эффект от еды Потом вот сейчас, когда у меня свой магазин появился Теперь есть возможности смотреть эффект На живых существах уже на людях Потому что именно мой магазин Он сосредоточение огромного количества людей Кто занимается вегетарианством, сыроедением Какими-то еще Есть даже, это вообще, это шок для меня Есть сыроедение с мясом У меня есть друг такой, чувак, мясо ест сырое То есть он питается сыроедно Плюс он еще ходит с мясом Мне очень хочется посмотреть, допустим, как можно зайти в автобус А есть вот мясо, с него так кровь стекает Ну это забавно было бы, да? И есть возможность именно сравнивать такие необычные образы жизни всякие Одни из них аргументированы, вторые навеяны Как вот вы уже много раз говорили Именно модой и рекламой И когда это есть возможность сравнивать на сотнях и на тысячах людей То появляется наиболее точная статистика Которая взята мной не из каких-то книг или обучений То есть, ну вот, сейчас конкретно, если речь про вас и про любого Когда мы говорим слово белок, живот, жиры, углеводы Вот эти все слова красивые, витамины и прочее Ну большинство из нас их прочитали Ну так вот, по-честному Ну вот, ты можешь вот нарисовать белок? Я вот не могу нарисовать ни один витамин Что, курицу нарисоваешься? Ну вот именно То есть мы говорим о веществах, которые мы никогда не видели И я решил в своей жизни, что отталкиваться от знаний, полученных мной из книг Непонятно, кто там вообще их писал Непонятно, этот человек, может быть, он умер в 30 от болезни Ну писал красиво То есть я решил отталкиваться именно от знаний, полученных с помощью универсального инструмента Который есть у каждого из нас Это тело С ним эксперименты проводишь, что-то с ним делаешь Он дает, оно дает какой-то отклик Интересно получается Это тело, но не мое Нормально Ну это наиболее объективно Я про свое тело и про тело еще очень многих людей И когда мне говорят, что, возможно, результат, который ты получаешь Это, как это, ну, внушение, эффект плацебо То есть сам себя внушил и получаешь Я пришел в сыроедение просто, чтобы похудеть Меня не устраивало, вот жир вот тут вот висел И было некрасиво 26 Плюс у меня были колени больные очень Но я даже не знал, что они от этого могут стать здоровыми То есть вот эти вот колени Вот это вот колено Оно сгибалось вот досюда в 12 лет И дальше оно уже не сгибалось никогда А сейчас мне 31, оно сгибается полностью Там для меня это чудо, для вас это нормально, да? Но я знаю, какой я был Я знаю, насколько я был вообще больной Трухлявый в хлам И когда я пришел в сыроедение, я пришел просто За тем, чтобы сбросить вес А когда начали уходить болезни Причем ушли хронические и неизлечимые То тогда для меня стал шок И я стал действительно изучать, что это за такие чудеса происходят Потому что кроме как чудом это назвать нельзя У меня есть знакомые, которые были бесплодными Ну, то есть девочка была бесплодна с 18 по 28 А в 28 я подсадил ее на сыроедение Она раз забеременела через 4 месяца И это чудо Для врачей это чудо А сейчас я знаю уже столько всего Обладаю такими знаниями, которые полностью расходятся с классическими знаниями И их не передать быстро Что теперь для меня это не чудо И это уже мир, в котором я живу Для меня это факт И поэтому вы извините, что я сижу и часто смеюсь над тем, что вы говорите Просто это не совсем ваша информация Она прочитана, она услышана А я провел годы 19 лет в экспериментах И теперь знания Мои Вот у меня еще один вопрос к вам, Андрей Вы как считаете, вегетарианство это вообще всем может подойти Или это индивидуально? Я считаю, что вегетарианство это довольно вредная тема Потому что очень много вегетарианцев питаются неправильно Вот как девушка сейчас говорила Вегетарианство, оно должно быть с умом Если ты вегетарианец, поедающий пончики То это не очень хорошо Если ты вегетарианец, который действительно Соблюдает какие-то Ну не сказать правила Короче, везде можно отравиться Хоть вегетарианстве, хоть в мясоедении Можно быть фруктоедом Есть китайские мандарины И помереть в 30 Важно даже Что ты ешь тоже важно Но еще важно, какое ты ешь Вот если ты вегетарианец, который в основном ест сою То это нехорошо Потому что соя генно-модифицирована И напичкана такими удобрениями Которые есть не стоит Человеку Да и вообще никому Поэтому вегетарианство пока на сегодня К сожалению Большинство вегетарианцев, которых я вижу Они получили желание стать вегетарианцами Не сами, а из рекламы Потому что реклама, как вы понимаете, очень мощная идет Я смотрел очень много фильмов даже В которых, допустим, смотришь Декстера Девять серий нормальных А в десятой вдруг мясо, которое он жарит Становится некрасивое Какое-то слишком коричневое и противное И вот всю серию Какой-то идет такой толчок на вегетарианство людей А люди, которые этого не замечают Которые пока еще не в теме И просто смотрят Что-то им так на подсознание отложилось В этом фильме мясо некрасивое В этом главный герой вегетарианец Их начинает постепенно вегетарианство выталкивать А когда они не знают, чем там заниматься Они начинают вестись на рекламу И потреблять не те продукты И тогда вегетарианство вредно То есть, получается, если бы не было у вас таких целей Там, спорт или похудеть Вы, возможно, от мяса бы не отказались Да, конечно, нет, а зачем? Вкусно же Ну, не мясо вкусно, а специи всякие Да, Глазин Еще один вопрос Скажите, пожалуйста Вот здесь у вас много таких вот замечаний возникли У меня только несколько вопросов Что вы вкладываете в понятие сыроедения И что такое для вас вегетарианство? Вот, первый вопрос Да, в понятие сыроедения я, к сожалению, вкладываю Вот эту вот Такую немножко манипулятивную рекламную систему Потому что сейчас, по словам сыроедения, имеется в виду Вообще все лишь бы сырое Вот Все, что ты не сварил сыроедение, кушай, да? То есть для вас сыроедение это? Это неправильное питание Нет, нет, определение, дефиницию Сыроедение это? Я не даю таких определений Нет, ну вот Я почему такой вопрос возник, потому что в одном случае вы говорите про сыроедение В другом случае вы говорите про вегетарианство, да? И совершенно вот Коллегу Есть система питания правильная И ей никто не даст название, потому что в ней нечего продавать А есть система питания, в которой есть чего продавать Это сыроедение Вот я, например, кушаю, да, про себя говорю, да, что вот в моем меню. Мясо есть, есть картофель, есть свекла, есть репка, есть хлеб, есть рис, есть соки, воды, чай, мед. Я считаю, что с моей точки зрения, что я правильно питаюсь согласно рационально питанию. Да, может быть, я где-то чего-то и люблю покушать вкусного, да, но я еще и люблю стоять возле плиты и что-то приготовить. Я могу съесть зеленое яблоко, да, это же нормально, нормально. Есть возможность съесть хорошо прожаренный кусок мяса, это тоже хорошо. Но при этом давайте мы с вами поставим другой претензий, да, из всех тех людей, которые мы здесь находимся, наверное, я самый большой, имеющий избыточный вес, да, с учетом моего роста и всего остального. Да, это есть плохо, я это понимаю, да, но при этом я в последнее время провожу работу для того, чтобы этот лишний вес убрать. В данном случае, да, вот я смотрю на вас, вот, честно сказать, белой завистью завидует. Насколько, да, доктор медицинских наук придет, как-то едет, и не вставит крест на медицине. Да, да, могу честно сказать, что это единственная причина, по которой я набираю вес, я считаю, что это характер моей работы, да, то есть приходится очень много психоэмоциональной нагрузки, то, что я прихожу после 7 часов вечера, и вот тот задор, который вы сказали, там, жена, дай кусок мяса, когда его кушать, да, вот, могу честно сказать, приходится после 6-7 часов вечера, да, охота покушать, охота, да. Но, вот, посмотрите, за ближайшее месяц, тот, который у нас вот прошел, за январь месяц, да, учитель, 10-11 дней у нас россияне благополучно отдыхают, и что мы, да, мы ходим из гостей, в гости кушаем, да, в среднем каждый человек набирает порядка около 3-4 килограммов веса. Это уже такой вот нормальный факт. Когда, ну, просто, понимаете, да, ходишь к врачу, и он тебе говорит, что, Ленар Зульфович, остановиться нужно, что лишний вес, да, потихоньку начал все это моментально приводить в порядок. Ситуация такая патовая, да, то есть еще чуть-чуть, и болезнь сюда, в норму нужно входить, да. Могу сказать, что работы были проведены, и, соответственно, вес сбрасываю. Вот смотрю на Андрея, да, и вот здесь вот постоянно у него происходит подмена различных понятий, которые у нас есть, да. Могу еще другое сказать, да, и тот вопрос, который мы благополучно к нему доходим. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот скажите, пожалуйста, вот из тех людей, которые являются основоположниками традиционных и других видов питания, да, скажем, разномосторонних, да, скажите, пожалуйста, чьи труды вам приходилось смотреть или хотя бы, по крайней мере, говорить, являлось ли что-то подобное или какое-то различие вместе с вашим? Потому что в мировой практике очень многие вещи уже встречались. Конечно, встречались очень многие вещи, причем есть очень много людей, которые совершают много разных ошибок, и когда читаешь труд, на 100% никто правду не напишет. Потому что правду написать это довольно дорого. Очень выгодно написать 90% правды и рекламу туда напихать. Потому что, когда читают, допустим, вот когда я напишу книгу, я не хочу писать, мне лень, я лучше буду рассказывать. Но когда я напишу книгу, то получится, что либо это я напишу за свои деньги, либо за деньги рекламодателя. И так все. То есть все книги, которые я читал до этого, к чему я говорю, они все были немножко-немножко, но рекламой наполнены. Неважно, это книги Зеланда, неважно, это книги еще какого-то, кто рекомендует там здоровое питание, вегетарианство, сыроедение, неважно, везде реклама есть. Поэтому чем читать рекламу, я взял свою жизнь и посвятил ее тому, чтобы разобраться. И сегодня я пока не видел того, кто разобрался настолько же глубоко, как я, как бы это ни звучало пафосно. Но пока в России нет тех, кто разобрался в этом изнутри. Кто не просто разобрался, что такое сыроедение, кто вошел в этот бизнес, посмотрел изнутри, что там творится, увидел, что там продается, что это вообще не сыроедение. Все в нашем мире делается за деньги. Поэтому все какие-то опубликованные, причем чем шире, чем ярче разрекламирован какой-то труд, тем больше там реклама будет. И вегетарианство это тоже реклама. И понятно, чья реклама. Есть компании мировые, очень известные, и наоборот, неизвестные, очень крупные мировые компании, которые занимаются тем, что производят все из нашей еды, кроме мяса. Им очень выгодно, чтобы мы отказались от мяса, которого большинство в России китайское. Ну, если разобраться в этой теме, там есть много таких нюансов. Привозишь китайское мясо, там переклеиваешь наклейку или что-то делаешь, оно становится русским, это многие знают. Поэтому есть много компаний, которым вегетарианство выгодно, и они его рекламируют. Есть много компаний, которым сыроедение выгодно. И все рекламы для мясоедов, так называемых, идут в основном через телевизор. Все рекламы для так называемых вегетарианцев идут через вегетарианские паблики. Вконтакте, в фейсбук, неважно. Все сыроедные рекламы идут через сыроедные паблики. Никто не стреляет из пушки по воробьям. Невыгодно. Вегетарианцы или сыроеды? Вот я еще раз останавливаюсь. Это разные, зачем это спрашивать? Разные, разные группы есть, и для них в разных местах дается реклама. И там, где читают в основном сыроеды, в основном идет сыроедные рекламы. Поэтому те труды, о которых вы спрашивали, читал ли я какие-то там труды, тех, кто тоже чем-то занимался, да, читал, там много рекламы. Вот те, которые являются такими корифеями. В них основная реклама и будет. То есть вы хотите сказать, что они... Везде ложь. Везде, абсолютно. Правду не напишет никто, это дико невыгодно. Правда это то, что я могу вам за деньги рассказывать. А то, что можно рассказывать бесплатно, допустим, я вот сейчас рассказывал бы вам бесплатно, и там было бы много-много-много рекламы насыпано, вы ее не найдете. Но она там была бы. А вы бесплатно готовы, но за деньги? Бесплатно я не готов, никто не готов бесплатно. Я продажник с очень большим опытом, с очень большими заслугами в продажах. И я знаю, что когда что-то кто-то рассказывает бесплатно, он вам что-то продает. У нас вот есть, например, медицинский вуз, в котором я работаю. Мы учим людей, раздел, целый большой раздел, который посвящен гигиене питания. Вы хотите сказать, что мы учим неправильно? Я хочу сказать, что вы учите неправильно. Смотря для чего. Правильно для вас. Вот смотрите, нет такого. А рационально для этого. Нет, правильно, неправильно. Потому что у вас был разговор, который касался вот тоже самых же с детей. Вот ваш организм, он из чего, как вы думаете, состоит? Белки, жиры, углеводы, те же самые, да? Минеральные вещества. Да я их не видел. Вы можете нарисовать мне белок? Просто мы говорим постоянно. Я белок вам не нарисую, я вам могу нарисовать аминокислоту. Легко. Понятно. Из чего состоит белок? Всего их 20 аминокислот, которые вот... Ясно. Да это все интересная тема. Другое дело, что пока я слушал медицину, научных всяких сотрудников, ученых, я болел по, ну, минимум, два раза в месяц. У меня вот были болезни, вот так начни, там, грибок, больной сустав, там, что-то кололо в боку, порог сердца, кривой позвонок, отит уха, там. Я болел вообще полностью, я был сплошная болезнь. Сейчас я питаюсь фруктами, и я не болею. И мне неинтересны слова типа углеводы, белки, жиры. Это просто слова какие-то. Я чувствую, как я живу, я вижу тех, кто живет так же, они здоровые. И никакими словами вы не сможете доказать мне то, что противоречит моим фактам. Факты — это то, что я вижу рядом с собой сотни примеров. А слова — это то, что я слышу постоянно. Причем, если вы вот сейчас являетесь научным сотрудником, круто. Вот те же самые слова говорят все в мире, кто вообще к биологии никакого отношения не имеет, кто прогуливал в школе с пятого класса, а сейчас они мне рассказывают белки, жиры и углеводы. Зачем? Это просто красивые слова. Для большинства, объективно, вот можно сказать, что тут есть куча профессионалов. И каждый в своем деле. Но говорят, как будто все биологи. Ну, Руслава тоже говорит про белок. Он его даже кушает. Ну, это хорошо. Он проще на своем деле. Как-то за тех, кто хочет, что... Не, вопрос. Это реально. Андрей, Андрей. Действительно, Андрей был очень интересен. Руслав, во взгляде было такое, что Андрей что-то говорит, и думаешь, тоже можешь стать вот такие вот... Правильно же говорит, он про цели говорит, понимаешь? Ром, он про цели говорит. Его цель вот, быть таким. Моя цель быть другим. Да, моя цель быть больше. Моя цель вот эти вот, да, может быть, это как для кого-то стереотипные журнальные обложки, да, вот этого журнала «Геркулес», смотри, какой там парень, да. Да, нет, конечно же, не тяж, это называют бодибилдеров, которые выходят уже за 120-130 килограмм сначала до сушки, потом после сушки уже сушка, это вот слив жиров и воды из своего тела, они доходят, там, предположим, до 110 килограмм. У них тоже свои цели. Так не у каждого есть цель. Есть одна такая цель, просто быть здоровым, просто питаться правильно. И даже такой не у всех есть. Ну, просто, понимаешь, моя цель – питаться правильно, быть здоровым, но плюс еще и накачать мускулатуру. Поэтому мне нужно дополнительное поступление белка. Если Андрею этого не надо, потому что он занимается тоже видом спорта, так как я заканчивал цирковую школу, я был гимнастом, и я знаю, что такое, предположительно, ремни, я знаю, что такое кольца, да, он говорил про пилон, я знаю, что такое пилон, какая статическая сила мышц там нужна, да. Он говорит о гибкости мышц, да, они не будут расти так, как у меня, потому что он не настолько, как я, их напрягает, но и, соответственно, не дополняет их белком. Может быть, если бы он побольше белка ел, тогда, да, у него, может быть, еще и торс появился, да, но ему это не надо. Но мне пришлось бы его тягать. Да, да, у тебя получился вес, но как бы мышцы стали бы больше, и как бы сил бы стали больше, поэтому как бы тут в равновесие бы ты ушел. Вот, таким вот, могу сказать, для каждого человека, вот, когда к тренеру приходит клиент, даже тренажерного зала, он приходит первый раз и спрашивает, так, что мне нужно делать. Тренер ему сразу не скажет, что ему нужно делать, это невозможно, для каждого человека есть своя программа, поэтому и нужно обращаться, если ты приходишь к тренажерному зала к тренеру, а не так, в интернете, как вот, так же, и опять же, я вот, не знаю, мы пересекаемся просто-напросто. Так же, вот, человек, молодой, 16 лет, сел в интернет, как накачаться, и поехали, он сидит, так, ему, ага, вот, здорово, распечатал, пришел с этим листочком в зал, и поехали. Травмы, неправильные упражнения, или неправильные веса, которые он сам себе подобрал, никаким образом ты так не накачаешься, ты просто сам себя угробишь в зале, это опасно. Ну, это, как это обычно бывает, парень такой, я занимался 15 лет футболом, но так, 5 лет ничего не делал, но сейчас я приду туда, сейчас как качну, и он начинает прям, все нормально вижу, а тело, оно как бы сохраняет энергию, когда человек приходит в зал, первый раз за 5 лет, он достаточно силен, и он может потягать какие-то веса, достаточно такие большие для него, да, он думает, ну, ничего себе, я прям такой вид сильный, а ведь на, а на следующий день он будет умирать. Потому что его мышцы в том плане, что он, ну, тяжело будет вставать с постели, ему будет больно, его мышцы будут тянуть, его мышцы будут болеть, потому что он неправильно подошел, постепенно, все, мне кажется, это везде должно вот это вот правило быть и закон, постепенности, а не сразу, сразу ничего не бывает. Причем этот закон соблюдается самим телом, потому что если решишь резко бросить курить, 3 дня ты не покуришь, на 4 день там 5 пачек сразу, если ты качнешься в первый день, вот как ты рассказывал, потом в неделю ты в зале не появишься, потому что болит все. Два обычные, вообще не появляются уже в зале. Вот именно. Зачем это надо? И сразу те стереотипы, да, ты качок, ты тупой. Да, стереотипы точно надо перебарывать, тем более вот теперь у нас есть Руслан, пример. Ну, вообще, как говорил Лев Толстой, не бойся и не знай, не бойся ложного знания, да, от него все проблемы в мире. Мы все равно, такой был как вывод, все равно, что нужно слушать себя и знать цель, ради чего и к чему-то идешь, и, как говорите, не найдешь инструмент, в том числе этой цели. Мне кажется, два раза нужно подчеркнуть, слушать себя. Не все то, что подходит мне, подойдет к нему, даже из продуктов. Даже, предположим, то же самое яблоко, я его съел, но, как вот и Андрей говорил, то, что это яблоко я могу съесть, мне будет нормально, но Андрей как бы здесь антирекламу такую запустил классную, строит супермаркет. Потом посмотрим, да, реакция какую. Вот, ты его съешь, как бы, а для меня это будет яд, как он сказал. Ну, не все, для самого, для определенного организма, для каждого человека, и вы тоже правы, это можно разузнать, в подробностях все узнать, что такое аминокислоты, из каких 20 аминокислот состоит белок, и все это можно узнать. Но давайте скажем так, что опытность всех экспериментов, да, которые делал Андрей, которые я над собой делал, так же, да, вот это, наверное, для меня будет правдой, и для него будет правдой. То, что нам будут говорить на лекциях, это хорошо, это тот строительный материал, из которого можно строить. Так, я это знаю, все, поехали, я начинаю экспериментировать. И, Андрей, тебе вопрос. Как ты думаешь, вот сколько должно пройти времени, чтобы на твоих фактах, на твоих результатах уже могло происходить какой-то другой вид изменений в тех же самых медицинских университетах? Нисколько. Это невыгодно никому. Абсолютно. То есть, вот на сегодня, я еще раз могу, еще повторю, если я рассказываю что-то бесплатно, я продаю кучу в этой бесплатной лекции, кучу какой-то информации. То есть, кучу не информации, а предметов, которые потом люди пойдут и купят. Не важно, это будут таблетки, витамины или еще что-то. Бесплатная информация что-то продает. Информация платная, она может именно истину открыть. Но в России не принято ничего покупать платно. Кто из вас сейчас не имеет хоть какой-то программы, взломанной на компьютере? Ну, у меня точно она есть. В России принято информацию не покупать. Поэтому намного легче идти по пути, наименьше по сопротивлению и продавать лекарства. Поэтому как медицина, зачем медицина будет открывать свои секреты? Или зачем вот он сейчас сядет в интернете и напишет подробнейшим образом огромную книгу, как правильно накачаться? В это время он будет сам деградировать, потому что будет писать вместо тренировки. Он откроет все свои секреты, в итоге их все равно никто не прочитает, потому что в интернете куча там другой чуши. А если прочитают, то это будут мои секреты, но это будут не их секреты. Это будут его секреты. И нужно будет расписывать тебе много книг. Ну да. По каждому человеку отдельно. То есть это все... Приходите к тренеру, там узнаете. А если вам нужно прям вот классические знания общие, тогда вот вам про белки, жиры, углеводы, медицину. Поэтому к моей системе никогда не придут. Незачем. Ну тем не менее, у вас уже много таких ваших учеников. Ну как сказать много. Постепенно тоже есть какой-то рост? Относительно мало. Ну если их, допустим, несколько сотен по России, разве это много? Тут 143 миллиона людей живет. И вот если так вот взять уж совсем по-честному. А мне-то они, зачем эти ученики? Вот да, у меня есть последователи. Но они мне абсолютно невыгодны. Потому что они мало того, что мне ничего не платят в основном, они еще заваливают меня кучей вопросов. И чем популярнее я становлюсь в интернете, тем меньше у меня времени на развитие. И от тренировки своей, где я прогрессирую, я отрываю время, чтобы ответить на очередной вопрос. То есть как они невыгодны мне, так и медицине, так и никому. Как и я невыгоден в медицине. Поэтому, как это может развиваться? Каждый своим путем. У нас в зале есть еще наши гости, которые еще не высказывались. Пожалуйста, ваше мнение, друзья. Что вы по этому поводу думаете? У меня вопрос, уже в самом начале был. Как вы считаете, влияет ли питание на интеллект? Конечно. Мне именно нужно именно ваше мнение. Когда вы отказались от мяса, что стало с вашей памятью? То есть, может быть, ваша память улучшилась или, наоборот, ухудшилась? Да, отвечу. Дело не в мясе. Во-первых, мясо не самое вредное, что есть. Я вот уверен, что то мясо, которое ест он, понимая, что он подходит с умом, его мясо намного менее вредно или, может, в каком-то смысле сказать, намного полезнее, чем та же соя, которую, не глядя, люди едят в виде шоколада, сыра и прочих дешевых продуктов. То есть, вот насчет интеллекта. Сейчас говорю не про мясо, а вообще про всю еду. Чем больше я отказывался от каких-то продуктов, вредных мне, ну и большинству, тем с интеллектом становилось лучше. И скорость мышления, которая у меня сегодня, она настолько превосходит скорость мышления раньше, и настолько с каждым годом я начинаю быстрее мыслить, что очень часто сейчас стал замечать, что меня совершенно не понимают какие-то люди, когда общаемся в общем кругу, некоторые понимают, некоторые нет. При этом не связано это с их знакомством со мной. То есть, мы не то, что на одном языке говорим, а сама вот скорость мышления у меня стала выше. И это неудивительно, потому что слово интеллект такое, ну интеллект, вот так вот биологический интеллект, он откуда, ну то есть на чем основан? Это там что-то мозг делает, да? А мозг — это кусок тела, кусок такого же, ну не мяса, а там другого вещества немножко. И если тело имеет какие-то болезни, избыточный вес, травмы, ну там любые отклонения, которые в теле есть, в мозгу тоже. Если ты неправильно ешь, и твое тело выглядит неправильно, мозг не видно, как он выглядит, но он тоже состоит не из тех веществ, и он будет медленнее думать. Когда твое тело становится более эффективным, ты правильно питаешься, мозг тоже становится более эффективным. Мы почему-то разделяем всегда мозг и тело, а мозг — это один из органов. Если все остальные органы начинают работать лучше, мозг тоже. Открытый вопрос. Вот вы еще говорили, что после того, как вы начали менять свое питание, то все ваши болезни тоже начали уходить. То есть, как вы сказали, все наши болезни тоже от неправильного питания? Абсолютно. Есть очень разные поводы. Я надеюсь, все понимают разницу слова повод и причина. Причина — это первая причина, а повод — это то, что провоцирует. Ну, поводы. Закурить есть, а если найду — это повод. А так докопаться надо, это причина. Вот если брать поводы, есть поводы очень разные. Есть переохлаждение, есть механическое повреждение, есть бактерии, какие-то вирусы и все, что касается медицины. Есть психосоматика. Все, наверное, слышали психосоматику. Это там есть какая-то обида, что-то болит, да? Вот это поводы. А причина — неправильное питание. Если ты что-то неправильно съел, ты по-любому заболеешь. А вот что именно заболит, вот тут уже вопрос. Если ты посидишь там попой на бетоне холодным, заболят почки, например. Если есть обида там на кого-то, заболит еще что-то. То есть это просто показывает, где локализуется очаг. Но если питаешься неправильно, болезнь будет. Вопрос где? Что касается правильного питания, на нем действительно уходит все, если есть понимание, как оно уйдет. На большинство людей начитались интернета. Там написано, что правильно питаешься, все, у тебя сразу классно. И как только у них первое обострение возникает, они в перепуге бегут в больницу, а потом начинают везде ходить слухи, что вот был вегетарианец или сыроед, и чуть не умер, еле успели откачать. Это вот истории про тех, кто не дал возможность болезни выйти. Болезни уходят, как бы это страшно не смотрелось, и становишься неуязвимой и здоровой. Но чтобы это произошло, нужно либо быть упертым, либо нужно быть умным, либо послушать упертых и умных. Хотелось бы обратиться к Ленару Зуфаровичу. Сейчас было сказано очень много интересной информации. Прокомментируйте, пожалуйста, все то, что сейчас было. Ну, действительно, много чего интересного Андрей сказал. Тут происходит такая очень подмена одного понятия другим, Андрей. Во-первых, нужно говорить на одном языке. Я готов вам предоставить ту литературу, которую у нас есть, по крайней мере, которую мы с вами можем обсудить. Дело в том, что могу честно сказать, что многие вопросы и те темы, которые вы здесь разогреваете, давайте такой же вопрос, который был про болезни, про те состояния, которые возникают в человеческом организме. Я, конечно, человек, который... Мне вообще, конечно, тяжело говорить. Представитель классической медицины. Я не рекламирую никаких таблеток. Я занимаюсь на той кафедре, которая занимается профилактикой. Мы не доходим до состояния каких-то заболеваний, но, по крайней мере, те, которые я знаю, которые мне приходилось в своей жизни встречаться и описаны в литературе, они, конечно же, есть болезни, которые неизлечимы. То есть, поэтому есть болезни, которые можно излечить, если, соответственно, вовремя начатое лечение. Поэтому достаточно сложно что-либо говорить, потому что в данном случае оно немножко сумбурно. Это уровень очень простой, обывательский. Если его аккуратно на все разложить, конечно, многие вещи нужно посмотреть по совершенно другим углам. И поэтому говорить про болезни, что что-то можно излечить, можно что-то излечить, что-то нельзя излечить, можно. Теорию дуализма ведь никто не отменял. Есть духовное начало, есть физическое начало, есть болезнь, есть здоровье. Что такое здоровье? Это запас, как я говорил, адаптационных компенсаторных возможностей организма. Да, вот, пожалуйста, типичный пример. Два человека, которые могут эти границы показывать, что они действительно широкие. Ну, я готов пригласить Андрея к себе, и многие моменты, которые здесь были озвучившись. Посмотрите, еще раз. Вам зачем понятно? Мне зачем? Нет, 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 я абсолютно согласен, что вы воспринимаете свое мнение, но чтобы более классически его показать, может быть, вы просто-просто о нем не наслышаны, я готов благополучно все это продемонстрировать. И коллег из студии, которые здесь находятся, Тимур, тоже могут прийти и посмотреть. Ну что ж, этот программ для вас свели Виктория Новикова и я, Роман Полинсков. Увидимся на следующей неделе. Пока, друзья, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин